Здравствуйте, друзья! Приветствую вас всех на нашем вебинаре. Сегодня тема нашего вебинара довольно новая, но очень актуальная. Называется вебинар «Диетология влечения расстройства аутистического спектра». Так, а как мне листать? Сейчас тут немножко техническую поддержку. Мне нужна презентация. Не могу мышку нападать. Все, отлично. Сейчас загрузится. Спасибо. Сейчас нам тут помогли. Надеюсь, вы все видите первый слайд. Я начну. Во-первых, кто не знает, я просто уже не первый вебинар провожу на этой платформе. Меня зовут Диогри Клада Валерьевна. Я врач-диетолог, клинический психолог. Я занимаюсь в своих профессиональных интересах, в том числе занимаюсь диетологией в лечении расстройств аутистического спектра и в первую очередь у детей. Американская правозащитная организация «Аутизмспик» выпустила первый ежегодный доклад о связи аутизма и различных заболеваний. В 2018 году определили, что примерно один из 59 детей диагностируется расстройство аутистического спектра. Им страдает один из 37 мальчиков и одна из 151 девочки. У мальчиков в 4 раза чаще встречается аутизм, чем у девочек. Большинству детей диагноз ставится в 4 года, хотя этот диагноз может быть уже точно диагностирован, он может точно быть поставлен уже в возрасте 2 лет. Дело в том, что раннее вмешательство дает наилучшую возможность для поддержки здорового развития, может улучшить навыки обучения, общения, а также помочь в развитии мозга. Исследования показывают, что в подавляющем большинстве случаев в причинный раз является генетика. Дети, рожденные от родителей старшего возраста, подвергаются более высокому риску аутизма. За последние два десятилетия проводились массовые исследования о связи между вакцинацией детей и аутизмом. Результаты очевидны. Вакцинация не вызывает аутизм. Ассоциированные с аутизмом заболевания, такие как синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, поражает от 30 до 61% детей с аутизмом. Более половины детей аутистов имеют одну или несколько хронических проблем со сном. Тревожные расстройства встречаются от 11 до 40% детей и подростков, страдающих этим заболеванием. Депрессия приблизительно у 7% детей и 26% взрослых. У третьих детей, страдающих аутизмом, регистрируется эпилепсия. Дети с аутизмом почти 8 раз чаще страдают от одного или нескольких хронических желудочно-кишечных заболеваний. И чем по сравнению со здоровыми детьми. Почти треть, 32% детей в возрасте от 2 до 5 лет, детей с аутизмом, имеют избыточный вес, а 16% страдают ожирением. В 2009 году на конференции гастроэнтерологов США сформировался консенсус по мониторингу кишечных расстройств у пациентов с расстройствами аутистического спектра. Было решено, что педиатры обязаны проводить антропометрию как часть оценки состояния питания детей с аутизмом. Наряду с развитием ожирения у пациентов с рас имеется риск недоедания из-за недостаточного потребления энергии из рациона и из-за проблем, вызванных неправильным всасыванием питательных веществ из кишечника, о чем мы поговорим с вами позднее. А также из-за диспепсических расстройств. Любое отклонение от нормального нутритивного статуса, то есть избыточный вес, ожирение, белково-энергетическая недостаточность, дефицит витаминов, микро- и макроэлементов, а также недостаточное количество пищевых волокон в рационе у пациентов с рас должно быть сигналом для диетической терапии. Расстройство аутистического спектра характеризуется, различной степенью нервной дисфункции, которая приводит к таким поведенческим аномалиям, как стереотипное или повторяющееся поведение, нарушение в социальном взаимодействии, отсутствие вербальных и невербальных навыков, сильная потребность в единообразии, определенном режиме и установленном порядке, а также специфические интересы. Расстройство аутистического спектра включает гетерогенный спектр расстройств с различными уровнями интеллектуального функционирования, а также речевыми с различным уровнем речевых способностей и множественной генетической патологии, этиологии. По оценкам распространенность аутизма у 8-летних в 2012 году составила 14,6 на 1000 детей и характеризуется более высокой распространенностью среди мальчиков, как я уже говорила, чем девочек. Кстати, одним из объяснений этого феномена может быть большая уязвимость мужчин в отношении дефицита незаменимых жирных кислот, о чем также мы поговорим позже. Актуальность помощи детям с РАС определяется высокой растущей частотой распространения. Примерно 1% населения имеет диагноз расстройства аутистического спектра. Также трудностями диагностики из-за сложной и многообразной клинической картины и недостаточной эффективностью существующих лечебно-коррекционных подходов. Лечение симптомов РАС направлено на корреляцию явных нарушений поведения с помощью фармакологической, когнитивной, социальной и коммуникационной терапии. Сейчас активно проводятся исследования механизмов, вызывающих различные проявления аутизма, включая исследования генетических маркеров, структурных и функциональных нарушений головного мозга, иммунную дисфункцию, нарушения микробиота кишечника, чувствительность к воздействию токсинов и окислительный стресс. Хотя диспепсические явления часто встречаются у детей с РАС, их игнорируют как несвязанные с болезненным процессом или рассматривают как расстройство, которое просто сопутствует аутистическим симптомам. Не далее, как на прошлой неделе, у меня была мама с ребенком, которому ставят расстройство аутистического спектра, которая приехала из одной из стран Европы, не буду называть из какой. И она мне рассказывала о том, что она не может попасть к гастроэнтерологу именно с жалобами на желудочно-кишечное расстройство своего ребенка. А когда она все-таки попала к специалисту, доктор ей сказала, что причиной как раз вот таких дисфункций желудочно-кишечного тракта является аутизм. Итак, существует сильная корреляция, эти данные основаны на рандомизированных исследованиях, сильная корреляция между наличием желудочно-кишечных симптомов и тяжестью аутизма. У более 50% больных распространены симптомы в 4 раза выше, чем у детей без аутизма, то есть здоровых детей. У аутизм с желудочно-кишечными симптомами, какие наиболее часто встречающиеся, это хронический запор, диарея, вздутие и боль в животе. Наблюдаются более высокие показатели раздражительности, тревоги и социальной абстиненции. Предполагается, что понятие «хрупкая кишка» относится к подгруппе детей с раз, а нарушение функции желудочно-кишечного тракта, включая дефицит пищеварительной способности белка, является центральным симптомом ЖКТ, связанным с расстройством аутистического спектра и может усугубить поведенческие симптомы аутизма. В настоящее время сложилась тенденция применения диетологического подхода к основному лечению аутизма. Этот подход вызывает большой интерес у родителей, но также вызывает споры у профессионалов, у врачебного сообщества. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда родители, прочитав информацию в интернете или пообщавшись с другими родителями аутистов, ограничивают рацион своего ребенка, тем самым не только не улучшая его состояние, но и получая дополнительные проблемы. Тот факт, что ребенок раз имеет ограниченное пищевое разнообразие, не означает, что ему или ей необходимы дополнительные витамины или пищевая добавка. Диетическая оценка должна рассматриваться индивидуально и подтверждаться антропометрическими и лабораторными данными и включать обращение к врачу-диетологу по мере необходимости. Это цитата из рекомендации по аутизму для медицинских работников США. С другой стороны, врачебное сообщество, педиатры, терапевты, неврологи, гастроэнтерологи, диетологи и так далее не владеют достаточной информацией о влиянии нутритивного статуса пациентов с РАС на развитие основного заболевания. Поэтому в этом вебинаре я постаралась собрать новейшую информацию и рассказать о собственном опыте лечения данной категории пациентов. Сочетание поведенческой и диетической терапии с фармакотерапией может помочь уменьшить тяжесть заболевания, а также психологические и желудочно-кишечные симптомы. Итак, предлагаю остановиться на нарушениях желудочно-кишечной функции и расстройстве иммунной системы у детей с расстройствами аутистического спектра. Диапазон распространения сопутствующей аутизмопатологии ЖКТ по разным оценкам составляет от 9 до 91%. Этот необычно широкий диапазон обусловлен изменчивостью симптомов, включенных в диагностику, а также ограниченным количеством исследований, оценивающих распространенность желудочно-кишечных симптомов. Кроме того, частые диспепсические расстройства недооценивают, часто их недооценивают, потому что многие из этих детей невербальны или испытывают трудности с общением. Тем не менее, наиболее часто встречающиеся симптомы включают хронический запор, диарею, вздутие живота, метеоризм, боль в животе. Нарушения ЖКТ, связанные с неполным усвоением глютена и казина в тонкой кишке и повышенное всасывание неполностью гидролизированных пептидов, ухудшается состояние нервной системы. Эти пептиды могут проявлять биологическую активность, сходную с эндогенными опиоидными пептидами. Пациенты с аутизмом могут также страдать от синдрома протекающей кишки, который вызван повреждением слизистой оболочки кишечника, воспалением и синдромом избыточного бактериального роста из-за нарушения моторики кишечника. Все эти данные подтверждают данные нашей клиники, где мы лечим детей с расстройствами аутистического спектра и проводим им диагностику. Другие симптомы включают гипохлорогидрию желудочного сока, низкую секрецию желудочного сока и уменьшение активности дисахаридаз в кишечном соке. Пищевая непереносимость и аллергия также часто встречаются у детей с рас, значительно больше, чем у здоровых лиц соответствующего возраста и также может быть недостаточно диагностировано по тем же самым причинам. Определенные продукты, по-видимому, вызывают как желудочно-кишечные, так и поведенческие симптомы у детей с расстройствами аутистического спектра. На сегодняшний день плохая реакция на какие-то продукты питания, с которыми сталкиваются эти дети, не была явно связана с различиями в кишечной микробиоте, не была связана с нарушением иммунной функции и пищеварительной способности у детей с расстройством аутистического спектра. Также имеются морфологические данные, свидетельствующие о том, что структура желудочно-кишечного тракта у детей с аутизмом изменена. Исследование биопсии дистального отдела подвздошной кишки у детей с рас выявило пролиферацию клеток кишечной крипты, утолщение базолатеральной мембраны кишечного эпителия и повышение проницаемости кишечной стенки. Это свидетельствует о хронической иммунной активации и повреждении эпителия кишечника. Одно исследование выявило аномально высокую кишечную проницаемость почти у 40% пациентов с аутизмом и в 21% у их родственников по первой степени. Тогда как эта чрезмерная проницаемость присутствовала только меньше, чем у 5% здоровых контрольных субъектов. Повышенная проницаемость кишечной стенки способствует усилению реакции на компоненты пищи в желудочно-кишечном тракте. Интересно, что люди с раз на диете с ограниченным содержанием белка, то есть без пшеницы и без молочных продуктов, имеют значительно более низкую кишечную проницаемость, чем на диете без ограничений. Дети с раз и желудочно-кишечными симптомами имеют уникальную желудочно-кишечную иммунопатологию, для которой характерна узловая лимфоидная гиперплазия подвздошной кишки, высокий уровень инфильтрации провоспалительных лимфоцитов в слизистую оболочку и, наоборот, низкий уровень регуляторной популяции лимфоцитов, а также повреждения эпителия толстой кишки. Иммунологическая картина при воспалительных заболеваниях кишечника в ЭЗК отличается от такого пациента в сраз при поражении кишечника. Иммуноопосредованное повреждение эпителия слизистой оболочки кишечника может свидетельствовать об аутоиммунном ответе на пищевые белки и потенциальной перекрестной реактивности на белке, кишечнике или в мозге. Интересно отметить, что у детей, получающих диеты с ограниченным содержанием белка, отмечается более низкий уровень активированных интраэпителиальных лимфоцитов толстой кишки и провоспалительных цитокинов по сравнению с детьми, получающими неограниченную диету. Иммунные нарушения при РАЗ не ограничиваются кишечником, а являются распространенным явлением. Изменение в количестве и активации макрофагов, Т-клеток, Б-клеток и естественных клеток киллеров наблюдалось у пациентов с РАЗ. В то время как в некоторых исследованиях наблюдался сдвиг от типа Т1 к типу Т2 с уменьшением продукции интералекина и фактора некрозоопухоли, это в одном исследовании, в другом утверждалось, что нет четкого профиля поляризации цитокинов. И попытка классифицировать заболевания на основе традиционной дихотомии Т1-Т2 может привести к упрощению и неправильной характеристике иммунной дисфункции у детей с РАЗ. Эти наблюдения предполагают, что общая иммунная функция кишечника изменяется у детей с РАЗ, и пищевые антигены могут обеспечивать кровоспалительный стимул у таких пациентов с симптомами желудочно-кишечной дисфункции. Нарушение желудочно-кишечного тракта у детей с аутизмом включает уменьшение пищеварительной способности. Желудочно-кишечный тракт переваривает и всасывает питательные вещества из пищи, исключая при этом вредные бактерии и токсины. Ферменты поджелудочной железы вырабатываются в количестве, которые превышают потребности химуса, что позволяет полностью переварить пищу. Активность ферментов способна обеспечить полное поглощение питательных веществ в тонкой кишке. Однако эти обычно успешные процессы могут быть нарушены у детей с РАЗ и желудочно-кишечными симптомами. Кишечник является крупным иммунным органом и основным местом развития иммунной системы. Принимая во внимание, что иммунная система кишечника постоянно сталкивается с инородными веществами, иммунный дисбаланс может вызвать недостаточную толерантность к диетическим компонентам и комменциальным микробам. Желудочно-кишечный тракт является вторым по величине участком неврологической ткани в организме человека, который играет роль от ощущения питательных веществ до регуляции аппетита. В нашем случае здоровая кишка – это та, которая способна эффективно извлекать и поглощать питательные вещества из сложных пищевых веществ. Правильно идентифицировать посторонние материалы, как доброкачественные, например, обычные пищевые вещества, или вредные, например, патогенные бактерии, а также поддерживать колонизацию кишечника комменциальными организмами при одновременном уничтожении патогенов, ограничивать поглощение и выход потенциально вредных веществ из просвета кишечника путем поддержания целостности кишечного барьера, подавать соответствующие сигналы о питательных веществах и энергии другим органам и системам. Все эти функции здорового кишечника являются жизненно важными, и, следовательно, нарушение любого из этих процессов может вызвать или усугубить заболевания во всем организме. Термин «хрупкая кишка» или «хрупкий кишечник» изображен справа. Состояние, в котором желудочно-кишечный тракт в основном здоров, то есть отсутствует выраженная желудочно-кишечная патология, но неустойчив. Он неустойчив к стрессам, к изменениям или к микробному дисбалансу. Стрессоры включают диеты, содержащие неперевариваемые или токсичные компоненты, или инфекционные агенты. Концепция заключается в том, что хрупкая кишка реагирует на различные клинические и неклинические ситуации, когда дисфункция кишечника – это не явное заболевание, а скорее вторичная проблема. Хрупкая кишка встречается у недоношенных детей, у пожилых людей, у пациентов, перенесших химиотерапию, у детей-аутистов с желудочно-кишечными симптомами. Проявление хрупкой кишки у детей сразу от дисбиотических до патологических состояний проявляется. Некоторые больные демонстрируют явные признаки иммунопатологии. У других симптомы то появляются, то исчезают. Они появляются тогда, когда они сталкиваются с плохо усваиваемыми продуктами, с отравлением или выбросом микробных метаболитов, а также зачастую, когда сталкиваются с ротовирусной инфекцией. Предполагается, что этиология хрупкой кишки обусловлена рядом факторов, включая пищеварительную способность, усвояемость потребляемых пищевых ингредиентов, генетическую восприимчивость, поскольку она влияет на регуляцию желудочно-кишечного тракта, развитие иммунной толерантности и состав кишечника. Также есть предположение, что на хрупкую кишку влияет расщепление и всасывание белка. Неполное пищеварение увеличивает ферментацию микробного белка, то есть гниение и воспалительно-гнилостных метаболитов, что может привести к снижению целостности кишечного барьера, усилению иммунных функций и реакций, связанных с кишечником, и к изменению микробиоты. У детей с РАС снижение протеолитической способности, то есть способности расщепления белков и ободочного гниения может привести к желудочно-кишечным проблемам, а также усугубить симптомы аутизма. Идентификация хрупкого кишечного фенотипа при РАС имеет как диагностическое, так и терапевтическое применение. Терапевтические последствия включают в себя предотвращение специфических триггеров и усиление устойчивости кишечной микробиоты, иммунной системы и ткани кишечника. Важно отметить, что большинство имеющихся доказательств, связывающих дисфункцию кишечника и дисбиоз с аутизмом, на данный момент основаны на ассоциациях, а на непричинно-следственных связях. Поэтому, естественно, мы ждем новые экспериментальные клинические исследования, специально разработанные для выявления причинно-следственной связи между этими факторами. Следующий фактор, который влияет на развитие желудочно-кишечных симптомов у детей с РАС и на их поведение – это низкая активность, низкая способность к перевариванию белка. Способность к перевариванию белка может быть нарушена у некоторых детей с аутизмом, что способствовало бы ненормальной активации иммунной системы и возникновению желудочно-кишечных симптомов. Однако на сегодняшний день, к сожалению, нет исследований, непосредственно оценивающих уровень и активность протеолитических пищеварительных ферментов у этих детей. Одно исследование показало, что у некоторых детей с расстройством аутистического спектра и желудочно-кишечными симптомами активность некоторых сахаросодержащих пищеварительных ферментов низкая. Характеристика верхних отделов желудочно-кишечного тракта у этих детей показала снижение активности одной или нескольких дихсахаридаз или глюкоамилазы примерно у 58% детей с РАС в сравнении со здоровым контролем. Примечательно, что почти половина этих детей показала снижение активности двух и даже более ферментов. И у всех детей с низкой ферментативной активностью был жидкий стул и или газообразование. В более поздних исследованиях было обнаружено значительное снижение уровня ферментов щёточной каймы у детей-аутистов по сравнению с обычно развивающимися детьми, которые имели сходные желудочно-кишечные симптомы. Следовательно, эти данные специфичны для аутизма и не распространяются на все желудочно-кишечные дисфункции. Действительно, 93% детей с аутизмом в этом исследовании имели дефицит по крайней мере одного из исследуемых ферментов щёточной каймы. В то время как у 80% было недостаток двух ферментов. И у 73% обнаружен дефицит всех трёх ферментов. Эти пищеварительные ферменты расположены на границе микроворсинок и их уровни и активность могут быть снижены из-за хронического воспаления желудочно-кишечного тракта и других нарушений в созревании и миграции энтероцитов. Если это так, то и другие ферменты щёточной каймы, такие как пептидазы, тоже нарушаются. Дети с расстройствами аутистического спектра, у которых обнаружен повышенный уровень пептидов пищевого происхождения, то есть из пищи в моче, дают дополнительные доказательства того, что в этой популяции наблюдается нарушение усвоения белка в сочетании с повышенной кишечной проницаемостью. К сожалению, интерпретацию этих результатов следует рассматривать с некоторой осторожностью, поскольку они возникли из теории избытка опиоидов. Это одна из теорий развития симптомов аутизма. Эта теория происхождения рас предполагает, что продукты распада некоторых пищевых белков, в основном козеина и глютена, являются мощными агонистами опиоидных рецепторов, которые могут оказывать системные эффекты и способны преодолевать гематоэнцефалический барьер. Действительно, многие из пептидов мочи, обнаруженных у детей с РАС, могут быть классифицированы как экзорфины, экзогенные опиоиды. Они включают казоморфины, глядинморфины, глютеоморфины, дельтарфин и дерморфин. Лечение этих пациентов на расширенной агглютеновой и бесказиновой диете, глютен-фри-казиин-фри диете в течение 2-4 лет привело к значительному снижению уровней мочевых пептидов, а также улучшению поведения, несмотря на обильное потребление мясного и рыбного белка. Несколько исследований на животных показали, что ингибирование кишечных пептидаз, в частности DPP-4, приводит к повышению уровня мочевых пептидов диетического происхождения. Хотя теория избытка опиоидов не получила широкого распространения и подтверждающие данные ограничены, эти данные указывают на гипотезу о том, что подгруппа детей с РАС испытывает снижение активности пищеварительных ферментов, а непереваренные диетические пептиды могут преодолевать барьер слизистой оболочки кишечника и системно оказывать биологическое действие. У детей с РАС отмечается изменение состава аминокислот и в плазме крови. Одни исследования показали повышенный уровень отдельных аминокислот, таких как глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, таурин, другие уменьшение некоторых аминокислот, например, глютамина. У детей с РАС как на ограниченном, глютен-фри, казин-фри, так и не на ограниченном рационе часто имел место дефицит незаменимых аминокислот. По сравнению с контрольной группой, дети с аутизмом на неограниченных диетах с большей вероятностью испытывали дефицит валины, лейцина, фенилаланина и лизина, в то время как дети на ограниченных диетах с большей вероятностью имели дефицит изолейцина, что может быть связано с уменьшением потребления или нарушением усвоения белка. Низкие уровни определенных аминокислот в плазме у детей с расстройствами аутистического спектра предполагают как нарушение способности к перевариванию, так и усиление проникновения диетических пептидов в системную циркуляцию посредством нарушения целостности кишечника. Наконец, мы знаем с вами, что некоторые плазменные аминокислоты либо служат нейротрансмиттерами, например, глутамат, либо предшественниками нейротрансмиттеров, например, трептофан и тирозин. Для важных нейротрансмиттеров, например, серотонина и дофамина. Нарушения в этих системах часто встречаются у детей с аутизмом и вносят значительный вклад в симптомы аутизма. Мы подошли к аутоиммунному механизму развития аутизма. Низкая протеолитическая активность ферментов в кишечнике может привести к повышению уровня непереваренных пептидов в просвете кишечника, что в свою очередь приведет к повышению концентрации этих пептидов в плазме и в моче, как я говорила, рассказывая о предыдущем слайде. Высокие уровни чужеродных пептидов в системном кровотоке могут вызвать адаптивный иммунный ответ, что приведет к выработке аутоантител. Следовательно, последующая перекрестная реакция полученных антител с белками нервной ткани может играть роль в этиологии аутистических симптомов. На этом слайде я хотела напомнить вам о механизме аутоиммунного ответа и показать механизм перекрестной реактивности. Многочисленные исследования показали повышенные уровни циркулирующих антител против некоторых микробных продуктов у детей с РАС по сравнению со здоровыми детьми. Повышенные уровни антител против пищевых белков также были бы обнаружены у детей с аутизмом. Такие как иммуноглобулины G, M и A на молочный белок, на казеин, на глиадин, иммуноглобулин A на лактоальбумин, на бета-лактоглобулин и на оволя-альбумин. Бактериальные белки и пептиды индуцируют перекрестную реактивность антител с некоторыми белками ткани человеческого мозга. Иммунные реакции, направленные против пищевых пептидов, могут впоследствии повредить нервную ткань у детей с расстройствами аутистического спектра, которые вызывают или усугубляют поведенческие симптомы. Повышенные уровни антител были обнаружены против основного белка миелина и белков нейрофиламента у 58-70% детей с аутизмом. При этом исследования подтвердили эти результаты и обнаружили повышенные уровни антител против ряда других нейрональных белков, включая гликопротеин, ассоциированный с миелином, ганглиозид, гликопротеин, олигодендроцитов и пептиды мозжечка. Исследования Invitro также показали, что антитела против белков кишечного происхождения способны перекрестно реагировать с нейрональными белками и пептидами. В одном исследовании было показано, что антитела против пептида глиодина перекрестно реагировали с пептидом мозжечка с 17-процентным связыванием. Антитела против непереваренного глиодина показали 23-процентное связывание с пептидом мозжечка в другом исследовании. Молочный белок показал 56-процентное связывание, яичный белок 68-процентное связывание, в то время как кукурузный или соевый белок показал незначительную перекрестную активность или ее отсутствие. Кроме того, значительное увеличение антимужечковых пептидных антител сопровождалось увеличением антиглиодиновых антител в большинстве сывороток лиц с раз, тем самым подтверждая гипотезу об аутоиммунной этиологии. Кроме того, исследования материнского происхождения аутоантител при аутизме показали, что реактивные к белку мозга иммуноглобулины могут быть выделены примерно у 12% матерей, имеющих детей с расстройствами аутистического спектра. Последующие исследования с использованием модели приматов, отличных от человека, показали, что введение этих аутоантител к макакам резусам во время беременности приводило к потомству с ненормальным социальным поведением и увеличенным объемом мозга по сравнению с контрольной группой. С тех пор эта группа определила подгруппу аутизма, называемую аутизмом, связанным с аутоантителами матери, аббревиатура M.A.R., определяемым наличием матери клинически значимых биомаркеров специфических для рас антител. У детей, обнаруженных в подможестве мар-аутизма, наблюдается повышенное стереотипное поведение и более экстремальное увеличение мозга по сравнению с детьми с другими типами аутизма. Также было показано, что у детей сразу повышен уровень антител против пептида с кишечника, которые могут нарушать их функцию и приводить к повышению уровня пептида в кишечнике. Это еще больше доказывает то, что диетические пептиды, то есть белки и пищи, попадут в системную циркуляцию и вызовут аутоиммунную реакцию, которая приведет к патологии мозга. Микробиоты кишечника, ее влияние. Нарушение усвоения белка может привести не только к повышению уровня пептида в попадающих системное кровообращение, но и к нарушению в дистальном отделе желудочно-кишечного тракта. Этот повышенный уровень белкового субстрата может изменить состав микробиоты и приводить к дисбактериозу, то есть к дисбалансу между защитными и вредными таксонами в кишечнике. Хотя исследования ферментации белка в толстой кишке человека чрезвычайно ограничены, некоторые исследования показывают, что повышение уровня белка в толстом кишечнике приводит к повышению уровня белокметаболизирующих гнилостных бактерий, к снижению уровня клетчатки и к снижению ферментирующих сахаролептических бактерий, а также к снижению уменьшения бактериального разнообразия, что характерно для микробиота детей с рас. Также это приводит к повышению уровня гнилостных метаболитов в толстой кишке. Микробные метаболиты, образующиеся в результате сахаролептической ферментации пищевых волокон, какие это витамины и короткоцепочечные жирные кислоты, признаны полезными для здоровья человека. Напротив, продукты гниения, например, аммиак, фенолы, сульфиды, биогенные амины, индолы, связаны со снижением жизнеспособности эпителиальных клеток толстого кишечника, связаны с повышенной проницаемостью кишечной стенки, повреждением ДНК и ингибированием клеточного дыхания в колоноцитах. Накопление непереваренного белка в толстой кишке из-за нарушения пищеварения становится источником пищи для гнилостных микробов в толстой кишке. Таким образом, снижение способности переваривать пищевой белок в тонком кишечнике и всасываться в тонком кишечнике, и потребление белков устойчиво к перевариванию может привести к повышению уровня белка и пептидов в толстой кишке и, следовательно, к увеличению концентрации этих вредных белковых метаболитов. Повышенный уровень гнилостных метаболитов, обнаруженный у детей с раз, позволяет предположить, что нарушение пищеварения белка в тонком кишечнике играет роль в стимулировании не только желудочно-кишечных симптомов, но и нервных симптомов этого расстройства. Одним из специфических последствий ферментации белка является способность некоторых видов кишечных бактерий катаболизировать трианин и аланин с образованием пропионовой кислоты. Пропионовая кислота играет роль в этиологии расстройства аутистического спектра. Крысы, получавшие пропионовую кислоту, проявляли многочисленные поведенческие и физиологические признаки, характерные для рас человека, включая гиперактивность, повторяющиеся аномальные двигательные движения, судороги, повышенные маркеры окислительного стресса мозга, продукты перекисного окисления липидов и белка, а также нейровоспаления, вызванные повышенным реактивным астроглиолизом и активированной микроглией. Последующие исследования показали, что у крыс, получавших пропионовую кислоту, наблюдаются нарушения и социального поведения, а также когнитивные расстройства, гипофагия и нарушения вкуса. Кроме того, другая группа показала, что вызванный клиндомицином избыточный рост клостридии вызывает повышение содержания пропионовой кислоты и последующую генотоксичность в мозге хомяков, что подтверждает гипотезу о происхождении этого метаболита в кишечнике. Пропионовая кислота также влияет на сокращение гладких мышц толстой кишки, а на активацию тучных клеток, освобождение серотонина и подвижность кишечника. Эти факторы указывают напрямую связь между метаболитической активностью микроорганизмов и возникновением желудочно-кишечных симптомов. Дети с РАС имеют меньшее бактериальное разнообразие и обладают более низким общим количеством потенциально полезных таксонов, таких как бифидобактерия и акеромансия. Даже среди здоровых братьев и сестер по сравнению с неродственными контрольными детьми. Как правило, дети с РАС имеют более высокий уровень клостридии, чем в контрольной группе. Интересно, что некоторые виды клостридии очень хорошо усваивают белки и аминокислоты. С симптоматической точки зрения, желудочно-кишечные жалобы в значительной степени связаны с клостридиями у пациентов с РАС. В дополнение к различиям в содержании бифидобактерий было обнаружено, что снижение содержания акеромансии при расстройствах аутистического спектра указывает на более тонкий желудочно-кишечный барьер слизи, так как этот вид муколитичен и может снижаться из-за недостатка субстрата. У детей с РАС диспетическими явлениями часто встречаются атопические явления, то есть астма, атопический дерматит, аллергический ренит. В образцах повздошной кишки и слепой кишки у аутичных детей наблюдалось значительное увеличение соотношения фермикутез к бактероидам, как при ожирении. В целом эти исследования подтверждают гипотезу о том, что аномальный микробный состав желудочно-кишечного тракта может вызвать или усугубить симптомы ЖКТ, связанные с аутизмом. Высокие концентрации гнилостных метаболитов у детей с РАС могут быть лучше объяснены пищеварительной способностью, кишечной микробиотой и перепроизводством гнилостных метаболитов по сравнению с обычно развивающимися детьми. Оценка распространенности избыточного бактериального роста СИБР с помощью водородно-дыхательного теста у 310 детей с расстройствами аутистического спектра по сравнению с группой контроля выявила проявление этого синдрома у 31% аутистов. Для группы пациентов с аутизмом было установлено, что показатель индекса тяжести СИБР сильно и значительно коррелирует с общим показателем АТЭК и худшими симптомами аутизма, показывая, что СИБР может значительно способствовать развитию этих симптомов. Могу добавить, что по данным нашей клиники, по данным наших наблюдений, 100% случаев у детей, которые к нам попадают, но надо заметить, что у нас клиника гастроэнтерологическая, поэтому понятно, что у нас приходят пациенты, в том числе маленькие пациенты, именно с жалобами на патологию желудочно-кишечного тракта. Так вот, в 100% случаев у детей с расстройством аутистического спектра мы обнаруживаем при помощи водородно-дыхательных тестов, мы обнаруживаем нарушения в тонком кишечнике, то есть синдром избыточного бактериального роста или малябсорбцию углеводов. Итак, какова связь между здоровьем кишечника и поведением? В настоящее время признано, что однозначно существует связь между здоровьем кишечника и наличием психиатрических симптомов. Например, синдром раздраженного кишечника связан с высокой распространенностью депрессии, панического расстройства, генерализованной тревоги и посттравматического стрессового расстройства. Существует несколько механизмов, посредством которых кишечные микробиоты модулируют функцию центральной нервной системы, влияющую на настроение и поведение. Какие это механизмы? Нарушение целостности кишечного барьера с последующими изменениями в уровнях бактериальных компонентов и метаболитов. Синтез нейропептидов и других нейротрансмиттеров. В толстом кишечнике, как мы с вами уже это знаем. Модификация местного и системного воспаления. Замедление всасывания питательных веществ, например, витаминов, короткоцепочечных жирных кислот, незаменимых жирных кислот, незаменимых аминокислот. При одновременном усилении синтеза вредных соединений, например, глинилостных метаболитов, а также изменение нейротрофического фактора мозга. Таким образом, состав и активность микробиоты кишечника в критические периоды развития оказывает глубокое влияние как на развитие иммунной функции, так и на развитие центральной нервной системы у детей с расстройствами аутистического спектра. Теперь мы с вами переходим от теории, которая, я понимаю, ее было достаточно много в этот раз, но я постаралась донести до вас новейшую информацию и только ту информацию, которая связана с рандомизированными, контролируемыми исследованиями, и которая описана и найдена в медицинских источниках. Хочу перейти к практическим части этого вебинара, своего выступления, и рассказать вам о тех подходах, какие сейчас существуют, подходы диетологические, которые сейчас существуют в лечении детей с расстройствами аутистического спектра. Многочисленные научные исследования показывают, что патогенез аутизма может иметь начало уже во время внутриутробного развития. Неврологические и поведенческие дисфункции, характерные для расстройств аутистического спектра, могут быть связаны с материнскими метаболическими нарушениями, возникшими до и во время беременности. Сахарный диабет второго типа, гестационный диабет, гипертония, ожирение – это триггеры патогенеза расстройств аутистического спектра у плода. Одной из задач диетолога является правильная оценка состояния питания матери до и во время беременности. Тем самым это позволяет вносить изменения в питание везде, где это необходимо для улучшения метаболических показателей. Также специалисты подчеркивают, что необходим постоянный контроль за диетой и состоянием питания детей с аутизмом. Поэтому, когда ко мне приходят родители, мой прием, он состоит как из части диетологического, так и психологической части. Именно поэтому я являюсь диетологом и клиническим психологом, потому что на своем приеме я обязательно объясняю родителям и включаю элементы педагогики и психологии, чтобы обучить и показать, объяснить, почему необходимо, принципиально необходимо для детей с расстройством аутистического спектра именно наблюдаться у диетолога. Итак, необходим постоянный контроль за диетой и состоянием питания у детей с рас. Также важно начать адекватное введение диеты у аутичных пациентов с избыточным весом, с ожирением или, наоборот, с истощением, которые вызваны неправильным питанием. Часто возникает необходимость восполнить дефицит питательных веществ у аутичных пациентов с жирными кислотами омега-3, пробиотиками, витаминами, минералами. Правильно подобранная элиминационная диета, адаптированная к конкретному пациенту, приводит к облегчению симптомов аутизма и профилактике желудочно-кишечных расстройств. Поэтому родители и лица, которые обеспечивают уход, должны знать о преимуществах диета-терапии и необходимости мониторинга лечения пациентов с РАС. Итак, какие диеты сейчас применяются для лечения такой категории больных? Ограничительные диеты. Они основаны на сокращении или полном удалении из рациона продуктов, которые вызывают пищевую непереносимость или аллергию. Ну, наверное, самая известная диета – это глютен-фри, казеин-фри, то есть безглютеновая и безказеиновая диета. Она применяется очень часто и состоит в том, чтобы полностью удалить продукты, которые являются основным источником глютена, то есть и тех, у которых есть следовые количества глютена. Диета должна также устранить казеин, который является основным белковым ингредиентом, коровьего молока и всех молочных продуктов. Полное удаление молочных продуктов приводит к недостаточности кальция, который является основным источником строительного материала для костей и зубов в детской диете. Мы предлагаем альтернативные молочные продукты из козьего или овечьего молока. На них тоже бывает реакция, но значительно реже. А также рекомендуем соевое, миндальное, рисовое молоко. Что я могу сказать с точки зрения оценки этой диеты? Хотя родители сообщают об улучшении поведения ребенка после трех месяцев диеты, до сих пор нет статистически убедительных данных о прямом влиянии глютен-фри, казеин-фри диеты на аутентическое поведение, связанное с аутизмом. Дети на их диете глютен-фри, казеин-фри показали некоторые недостатки цинка, кальция, железа, витамина А, витамина В12 и ревофлавина. В большинстве случаев мы применяем эту диету в качестве временной на период залечивания кишечной стенки, если нет естественной генетической предрасположенности, то есть истинной целиакии, и до оккупирования системного воспаления. Затем постепенно расширяем рацион. В нескольких обсервационных и клинических исследованиях, посвященных влиянию специфических диет, не содержащих белков, сообщается, ну, таких диет, как глютен-фри, казеин-фри, сообщается о неоднозначных результатах в отношении уменьшения желудочно-кишечных симптомов и поведенческих проблем. То есть родители говорят о том, что субъективно поведение меняется, и меняются желудочно-кишечные симптомы, то есть улучшается состояние у ребенка, но научных доказательных данных, к сожалению, до сих пор нету, объективных данных. Многочисленные исследования показывали значительно положительное влияние этой диеты, включая нормализацию уровня пептидов в моче, снижение кишечной проницаемости и общее улучшение поведенческих показателей. Например, самостимулирующее поведение, гиперактивность, сенсорное поиск, снижение истерик, эхололии и так далее. И физиологических симптомов, то есть уходили сыпь на теле, красное кольцо вокруг ануса, уходил запор, диарея и судороги, улучшался статус. А также социального поведения, например, социальная реакция, зрительный контакт, вовлеченность, объем внимания, языковая продуктивность, творческая игра. Но еще раз повторюсь, научных, это некоторые исследования, как правило, эти исследования ограничены количеством детей, иногда не хватает контрольной группы, поэтому мы пока оперируем только субъективными данными. Следующая диета связана с тем, что одной из основных причин эмоциональных проблем у детей может быть потребление пищевых продуктов, содержащих красители, искусственные ароматизаторы и консерванты. Пищевые продукты, содержащие химические вещества, добавляемые в процессе производства, могут также вызвать аллергию или непереносимость, а также вызывают канцерогенные и мутагенные эффекты. Диета фейнгольда часто используется для лечения симптомов аутизма и синдрома дефицита внимания гиперактивности – СДВГ. Ее суть заключается в исключении из рациона продуктов, содержащих пищевые красители, усилители вкуса, консерванты и продукты с салицилатами. Салицилаты можно обнаружить в аспирине, в зубной пасте, в лосьонах, в жидкости для полоскания рта, в сиропе от кашля, в жевательной резинке, а также в таких продуктах, как яблоки, виноград, огурцы, апельсины и бананы. В своей практике я обязательно рекомендую родителям своих пациентов, чтобы они исключали из рациона все продукты промышленного производства, именно в связи с тем, что я сказала выше, в связи с таким негативным эффектом на здоровье ребенка. Следующая диета тоже достаточно известная, сейчас очень модно ее применять, это кетогенная диета. Она характеризуется высоким содержанием жира, низким содержанием белка и углеводов в рационе. И она применяется для лечения детей с рефракторной эпилепсией. По данным одного исследования, у 1-3 детей с расстройствами аутистического спектра в возрасте 2-3 лет были выявлены эпилептиформные симптомы. В 2003 году было проведено другое исследование с 30 детьми аутистами от 4 до 10 лет, результаты которых показали облегчение аутистических симптомов у 18 из 30 детей через 6 месяцев лечения на кетогенной диете. Важно подчеркнуть, что такая кетогенная диета-терапия требует все-таки с моей точки зрения стационарного наблюдения и большого опыта медицинского персонала. Во время лечения необходим контроль уровня кетоновых тел, иначе может возникнуть высокий риск нарушения обмена веществ. Следующая это специфическая углеводная диета СКД. Ее цель облегчить симптомы малябсорбции. Малябсорбция это нарушение всасываемости в кишечнике и предотвратить рост патогенной микрофлоры кишечника. Разрастание дрожжей и бактерий может вызвать дисбактериоз кишечника. То есть сладкое сахар питает дрожжи и некоторые условно-патогенные бактерии. И с образованием еще раз говорю вызвать дисбактериоз кишечника с образованием бактериальных и грибковых продуктов. А также чрезмерное продуцирование кишечной слизи. Главной целью этой диеты является восстановление нормальной функции кишечника и предотвращение разрастания патогенной микрофлоры. В диете в основном используются моносахариды источниками которых являются фрукты некоторые овощи мед. Тогда как потребление сложных углеводов ограничено. Рекомендуемый состав продуктов включает мясо, яйца, натуральные сыры, домашний йогурт, йогурт, овощи, капусту, цветную капусту, лук, шпинат, перец, свежие фрукты, орехи, какие миндаль, бразильский, грецкий орех, чечевицу и бобы. Следующая диета. По некоторым данным некоторые вещества, например, такие как оксалаты могут нарушать неврологическое развитие ребенка и вызывать нарушения в нервной системе при дисфункции желудочно-кишечного тракта. У пациентов с раз по данным некоторых исследований в три раза более высокие концентрации оксалата в плазме крови по сравнению с рекомендованными значениями 5,6 ммол на литр против 1,84 ммол на литр и в 2,5 раза выше уровень оксалатов в моче. Пациентам с аутизмом ограничивают потребление с такими анализами имеется в виду ограничивают потребление продуктов богатых оксалатами до 40-50 мг в день. Для взрослого норма 250 мг в сутки. Во время низкооксалатной диеты при необходимости пациенты получают аргинин, таурин, витамины А и Е, глюкозамин, глутатион, тиамин, магний, кензим А, цитрат, кальций и цинк в виде добавок. Продукты, богатые оксалатами, это то, что необходимо исключить из рациона. Итак, это шпинат, свекла, какао, черный чай, инжир, цедра лимона, зелень, яблоки, черный виноград, киви, мандарины, клубника, ягоды, овес, пшеница, проса, арахис, орехи, кешью, фундук, миндаль и черника. Следующая диета, наверное, трудно это назвать диетой, но я включила именно в этот раздел, это тоже очень популярно, и очень многие родители пытаются сами использовать, так называемый протокол немечика. Я также очень активно его использую в лечении своих пациентов и вижу очень хорошие результаты. Значит, протокол немечика – это лечение симптомов, связанных с вегетативной дисфункцией и синдромом избыточного роста. Если мы с вами чуть-чуть вернемся назад, то я позволю себе напомнить, что, помните, мы говорили о том, как кишечник влияет на мозг, то есть вот это вектор кишечник-мозг. Так одним из механизмов влияния является раздражение облуждающего нерва, нервус фагус. То есть при нарушении кишечника нарушается вегетативная функция нервной системы. Так вот, протокол немечика направлен на то, чтобы восстановить эту функцию, а также направлен на то, чтобы вылечить пациента от синдрома избыточного бактериального роста. Помните, о котором я тоже вам говорила? То есть это заброс в тонкий кишечник микроорганизмов из толстого кишечника. Так вот, лечение каких симптомов связано с протоколом немечика? Это тревога, синдром дефицит внимания, аутизм, проблемы с пищеварением и кишечником. Каким образом происходит лечение? Путем баланса микрофлоры, принимают пребиотик и нулин, путем уменьшения системного и внутримозгового воспаления, прием омега-3 и жирных кислот, баланс употребления омега-6 и омега-3 жирных кислот, то есть исключение всех видов растительных и животных жиров, кроме нерафинированного оливкового масла, а также стимуляция нейропластичности мозга. О влиянии и о роли незаменимых жирных кислот я расскажу чуть позже. Это протокол немечика. И последняя диета, на которой я хотела бы остановиться, которая тоже мной применяется в более ограниченном масштабе, но она мне очень нравится по лечебным эффектам. Она достаточно тяжела для пациента и для родителей, но, на мой взгляд, она очень эффективна. Это так называемая ГАПС-диета. ГАПС-аббревиатура Gut and Psychology Syndrome. То есть это можно перевести как кишечно-психологический синдром. Эта диета – это поэтапный план питания. Это даже не столько диета, именно поэтапный план питания. Он разработан для восстановления кишечной стенки, то есть дырявой или протекающей кишки, нормализации микрофлоры кишечника, устранение токсической перегрузки, вызванной доминированием плохих штаммов кишечных бактерий. Дальше. Предотвращение попадания в кровоток эндотоксинов, которые вызывают аутоиммунные заболевания, о чем мы с вами говорили, именно об этом механизме мы вам говорили. Мы с вами говорили выше. Диета исключает фабричные, то есть промышленные продукты, все злаки, рафинированный сахар, крахмальные углеводы, картофель, искусственные химические вещества и консерванты, неорганическое мясо птицы и животных, выращенное на современных фермах с использованием антибиотиков, гормонов, а также пастеризованные молочные продукты с добавлением химических составляющих. Диета ГАПС – это восстановительная диета и применяется ограниченное время. В течение первого этапа длится 6 недель, до 6 недель, бывает и меньше. Он состоит из того, что мы ограничиваем, резко ограничиваем рацион, поэтому долго мы не можем человека, тем более ребенка, держать на этой диете. В это время мы даем ребенку только крутые, по-русски это как холодец, то есть бульоны, крепкие бульоны, костно-мясные. Мы называем, ну как на холодец мы это варим, по-другому еще на востоке это хаш. Вот, и ребенок кушает этот бульон в течение дня, постоянно теплым, до того, пока не исчезнут у него симптомы диспепсические, то есть со стороны желудочно-кишечного тракта. Затем, еще раз говорю, до 6 недель максимум, этот период. Затем мы добавляем, переходим на умеренную диету, то есть постепенно добавляем продукты, определенные по определенной последовательности, и второй этап длится где-то полтора-три года, и затем постепенно мы переходим на здоровое, сбалансированное питание. Еще раз повторю, что диета очень хорошая, она мне на самом деле очень нравится, но она достаточно сложная для, чтобы выдержали психологически, физически наши пациенты и наши родители наших пациентов, потому что дети, наши дети, наши пациенты, они характеризуются избирательным пищевым поведением, по разным причинам. И я перехожу к следующему слайду. Нет, простите, я не перехожу пока к следующему слайду. Мы остановимся еще на очень важном вопросе. Этот вопрос связан с... Диета-терапия – это одна часть. Вот здесь вы видите схему о том, в принципе, как схему лечения, диетологического лечения. Вот мы с вами сейчас поговорили о диетах, теперь мы остановимся вот на этом секторе, так сказать, секторе слайда. Здесь показано так схематично, как влияют вот эти добавочки, как они влияют на поведение. Итак, какие потенциальные варианты лечения, кроме диета-терапии? Пищевые добавки при расстройствах аутистического спектра снижают уровень воспаления, восполняют недостающие больному организму витамины и микроэлементы, какие жирные, омега-3 жирные кислоты, пробиотики, витамин 6, магний, витамины А, Д, С, В12, фолиевую кислоту, железо и другие, которые улучшают, после чего улучшаются некоторые симптомы аутизма. Первое – это омега-3 жирные кислоты. Считается, что, опять же, по исследованиям, что незаменимые жирные кислоты, которые составляют 20% сухой массы мозга, имеют решающее значение для его оптимального функционирования. Они называются незаменимыми, потому что не могут быть произведены самим организмом, но должны быть получены с пищей. Эти жирные кислоты оказывают большое влияние на биохимические процессы в мозге. Поэтому они могут влиять как на мыслительные, то есть когнитивные процессы, так и на поведение. Кроме того, считается, что они помогают модулировать, то есть менять иммунную систему. Это интересный факт, учитывая, что теперь мы знаем, что существует какая-то иммунная дисфункция, которая вполне может быть связана с аутизмом. Дефицит или недостаточное потребление омега-3 жирных кислот может вызвать ненормальное развитие нервной системы в детстве, что приводит к потере концентрации, гиперактивности, дислексии, диспроксии и аутистическому расстройству. Есть две ключевые незаменимые аминокислоты. Это омега-3, простите, незаменимые жирные кислоты, оговорилась, омега-3 и омега-6. Считается, что современная западная диета, то есть традиционная для нас диета, включает слишком много продуктов, содержащих омега-6 и слишком мало продуктов, содержащих омега-3. Омега-3 поступает в основном из рыбьего жира, а рыба и морепродукты не самый частый продукт, не самое частое блюдо в западной диете, в западном рационе. Один исследователь написал, что люди эволюционировали, придерживаясь диеты, в которой соотношение омега-6 и омега-3 было один к одному. В современных рационах мы едим от 11 до 15 омега-6 на каждой омега-3, то есть в 11-15 раз больше омега-6, чем омега-3. В последние годы ученые обнаружили, что недостаток омега-3 жирных кислот может быть связан с агрессией, импульсивностью, СДВГ, шизофренией и РАЗ. Симптомы дефицита жирных кислот у детей с РАЗ будут выглядеть так. Так, сыпь, сильная постоянная жажда, сухая кожа, сухие волосы, перхоть, мягкие и ломкие ногти. Одно из исследований показало, что у детей с аутизмом по сравнению с умственно отсталыми детьми без аутизма уровень омега-3 значительно ниже. В другом исследовании 22 ребенка, 22 детей с расстройствами аутистического спектра 5-17 лет, которые принимали омега-3 в течение 6 недель, в результате значительно улучшилась речь, артикуляция, появилась большая открытость в отношениях с другими людьми. Это то, что касается незаменимых жирных кислот. Переходим к витамину группы В, в частности, витамин В6. Он участвует в синтезе таких нейротрансмиттеров, как серотонин, гаммамино-масляная кислота, гамк, дофамин, норпинефрин, адреналин. И пациенты сразу могут демонстрировать аномальный биохимический синтез этих нейротрансмиттеров. Сообщалось, что использование больших доз витамина В6 улучшило речь и язык у детей с диагнозом синдрома аутизма в конце 60-х годов. В течение последующих трех десятилетий было проведено множество исследований с целью показать, что дети с аутизмом значительно улучшили режим приема витамина 6 с магнием. Для чего был поддобавлен магний? Магний был добавлен для того, чтобы нейтрализовать негативные побочные эффекты, которые могут сопровождаться, которыми может сопровождаться большие дозы витамина В6. Это раздражительность, повышенная чувствительность к звукам, ночное недержание мочи. Большинство из этих исследований, из них сообщали о положительных результатах и требовали проведения дополнительных исследований. Но, к сожалению, большинство из этих исследований не были идеальными. То есть, они были либо нерандомизированными, или не имели контрольной группы, или не были слепыми, или были очень маленькими. Два более поздних исследования, которые были рандомизированными, двойными слепыми и плацебо-контролируемыми, показали, что В6 и магний не оказывают статистически значимого эффекта. Другое исследование, которое сосредоточилось на детях с синдромом Аспергера, обнаружило, что витамин В6, по-видимому, повышает вербальный IQ, хотя и не улучшает социальное функционирование. Итак, резюмируя, результаты различных исследований полезности витамина В6 противоречивы. Следующее – это витамин С. Ни в одном исследовании не было обнаружено, что дети с аутизмом страдают от острой нехватки витамина С. Каков тогда его эффект? Какой может быть его эффект? Витамин С или аскорбиновая кислота является антиоксидантом и воздействует на мозг через нейротрансмиттер, через нейропроститимедиатор дофамин. В ряде исследований было показано, что дети с аутизмом страдают от повышенного окислительного стресса. Что это такое? Окислительный стресс возникает, когда молекулы, которые не имеют сбалансированного количества протонов и электронов, в другом они называются свободные радикалы, как бы крадут электрон у другой молекулы. Но проблема состоит в том, что та молекула, украденная вот эта молекула, она сама становится свободным радикалом. У кого отняли вот этот электрон, тоже свободным радикалом. И она также будет красть электрон у следующей молекулы. И так возникает такая цепная реакция. В некоторой степени этот постоянный обмен электронами является естественным. И здоровый организм он компенсирует, он справляется с этим процессом. Но если этот процесс выходит из равновесия, то антиоксиданты, такие как витамин С, помогают, как бы жертвуя своей электронным молекулам, у которых их нет, и останавливая эту цепную реакцию. Считается, что центральная нервная система, в которую входит мозг, более чувствительна к атаке свободных радикалов, чем другие органы. Теоретически, теоретически, детям с аутизмом, страдающим от окислительного стресса, может помочь витамин С или другие антиоксиданты. Аскорбиновая кислота предотвращает нарушение мозговой, предотвращает нарушение именно на уровне глутаматургической системы, которая связана именно с аутизмом и уменьшает воспаление мозга. Но, еще раз повторюсь, не было еще проведено никаких исследований для проверки конкретно этой теории в отношении аутизма. Поэтому, резюмирую, добавки с витамином С подходят детям с аутизмом, у которых низкий или нормальный уровень сывороточного витамина С и должны постоянно быть под контролем лечащего врача. Следующее, это дефицит витамина Д. Дефицит витамина Д у беременных женщин является фактором риска развития аутизма у плода. Это доказано научными исследованиями. Поэтому, адекватное потребление витамина Д способствует правильному развитию мозга и иммунной системы ребенка. Витамин Д имеет нейропротекторный эффект и может влиять на взаимодействие нейротрансмиттеров в мозге, а также на гормоны, нейромедиаторы, которые регулируют поведение пациента. Следующее, это витамин В12. В связи с избирательным пищевым поведением в рационе больного с расстройством аутистического спектра может быть недостаток продуктов животного происхождения, что может привести к дефициту витамина В12. А также характерно для людей с дисфункцией кишечника и с эпилепсией. Дефицит витамина В12 вызывает мегалобластную анемию и расстройство нервной системы. Фолиевая кислота Известно, что у пациентов с рас имеет место недостаток фолиевой кислоты в спинномозговой жидкости. Этот дефицит может быть объяснен действием циркулирующих сывороточных аутоантител. Ингибирование транспорта фолиевой кислоты в спинномозговую жидкость у пациентов с аутизмом вызывает синдром церебральной фалатной недостаточности. При этом уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови остается нормальным, а концентрация фолата в спинномозговой жидкости низкая. После перорального приема фолиевой кислоты появлялось улучшение здоровья у этих пациентов через 12 месяцев. Кроме того, диета, содержащая продукты, богатые фолатом, это субпродукты птицы, телячья печень, бобовые, свиная печень, шпинат, спаржа, зерно пшеницы, льняное масло, соя, брокколи может стать альтернативой или поддержкой для фармакотерапии и диетических добавок. Переходим к дефициту железа. Дефицит железа у пациентов с РАС может вызвать расстройство сна и расстройство нервной системы. Ослабленная когнитивная функция, замедление роста, нарушение концентрации, изменение настроения, расстройство сна у детей с аутизмом могут быть связаны именно с анемией. В нескольких исследованиях была выявлена связь между недостаточным потреблением железа с пищей у 69 детей дошкольного и 35% школьного возраста и нарушением в 77% сна. При этом у них был снижен уровень сывороточного ферритина и диагностировалась анемия. После добавки железа значительно увеличился сыворочный ферритин и нормализовался сон. Цинк У аутистов содержание цинка в эритроцитах на 40% ниже, что является риском окислительного стресса, о котором мы с вами уже упоминали. Наоборот, избыток цинка будет отрицательно сказываться на пищеварении и будет влиять на концентрацию меди в организме. Медь может проявлять проокислительные свойства и даже небольшое увеличение уровня меди может вызвать ухудшение поведенческих симптомов у пациента с РАС. В исследовании более чем 3500 детей с РАС были собраны данные о нехватке и излишке цинка и меди и сделан вывод, что для достижения нормального уровня цинка у пациентов с РАС необходимо около 2-3 мг цинка на килограмм веса. Вот мы добрались с вами до нормализации микрофлоры кишечника. Каким образом сейчас во всем мире лечат аутизм при помощи нормализации путем нормализации микрофлоры? Путем введения пробиотиков. Пробиотики, как определено Всемирная Организация Здравоохранения в 2001 году, это живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах приносят пользу здоровью человека, здоровью хозяина. Они часто, но не всегда продуцируют молочнокислые бактерии, такие как лактобацилы, лактококи, бифидобактерии или дрожи, такие как сахромицеты буларди. В то время, как пробиотическая терапия была предложена во многих обзорах в качестве потенциального лечения для детей с аутизмом и желудочно-кишечными симптомами, в этой когорте до настоящего времени не было также рандомизированных контролируемых испытаний этих вмешательств. Тем не менее, общается, что с 2009 года где-то пятая часть врачей поощряет использование пробиотиков у детей с раз, потому что у них часто возникает желудочно-кишечная дисфункция, то есть запор, диарея, синдром раздраженного кишечника, и применение пробиотиков может быть показанием для дополнительной терапии. К сожалению, я уже тут задерживаю вас всех, поэтому я немножко побыстрее ускорюсь и вам будет всем разослана презентация и вы дочитаете то, что я сейчас не проговорю. Добавлю, что еще вместе с пробиотикой мы назначаем пребиотики, это неперевариваемые олигосахариды, которые являются питанием для нормальной микрофлоры. так, если у нас с вами не усваивается белок из пищи, то есть ребенок испытывает дефицит белка раз, во-вторых, у него нарушена ферментативная активность, какой же вариант? Вариант такой, это замена животных и растительных белков из продуктов на более легко усваиваемые формы, то есть это стандартные полимерные смеси, полуэлементные смеси и специфические смеси в зависимости от недостаточности питания, нарушения пищеварения, нарушения всасываемости и нарушения иммунитета. Дело в том, что хотя глютен-фри, казен-фри диеты показали некоторую эффективность в снижении связанных с аутизмом сопутствующих заболеваний, мы об этом говорили, но этот эффект часто незначителен и это связано с тем, что при замене молочного белка альтернативными источниками, такими как кукуруза и бобовые или другие растительные белки, а растительные белки, как вы знаете, усваиваются хуже животных, они также плохо усваиваются, то есть остается дефицит белка у ребенка. Кроме того, безглютеновые вот эти варианты, они, как правило, диета содержит много рафинированных углеводов, что способствует разрастанию, как мы уже говорили, когда много сахара, способствует бактериальную дисбиозу, и поэтому для того, чтобы повысить эффективность той же глютен-фри, казин-фри диеты, нужно часть белка заменить на легкоусвояемые смеси, тоже под контролем врача-диетолога. Дальше, пищеварительные ферменты, мы уже говорили о нарушении функции ферментативной у детей, поэтому добавка пищеварительных ферментов является обоснованной. И были проведены исследования для проверки эффективности именно добавок пищеварительных ферментов и как это было связано с улучшением поведения. И в одном исследовании использовалась уникальная комбинация протеаз, называемая энзимайдом. В результате было зафиксировано значительное улучшение всех измеренных параметров, включая зрительный контакт, внимание, настроение, беспокойство, понимание, пищеварение, сон. Наиболее значительные улучшения были отмечены в социализации на 90%, гиперактивности на 80%. И более недавное исследование подтвердило эти результаты с другим раствором, о котором вы прочитаете в презентации. Итак, теперь я могу перейти к последнему слайду. Это конкретным рекомендациям по организации питания, потому что наши с вами пациенты или наши с вами детки, уважаемые родители, они, как известно, придирчивые у нас едоки, у них особенно сильно развито отвращение к еде, и они могут быть сверхчувствительными к пище, особенно к ее текстуре. В частности, эти дети имеют высокий уровень чувствительности в ротовой полости. Это характерно именно для детей аутистов. Поэтому это означает, что эти дети будут выбирать или будут очень избирательными, или они, наоборот, будут жаждать один какой-то продукт или несколько каких-то, то есть это будут любимые продукты, они будут стремиться только их кушать, или они будут избегать определенных пищевых запахов, вкусов, температуры, текстур. У меня есть пациенты, ребенок, которые предпочитают только темные виды, темного цвета продукты, например. Например, было отмечено, что дети с раз имеют меньше шансов выявить кислый или горький вкус, то есть у них нарушено вот это восприятие, обладают меньшими обонятельным чувством по сравнению с обычно развивающимися детьми. Проблемы с кормлением детей аутистов это одна из самых распространенных проблем. Они гораздо более склонны быть чрезмерно избирательными в том, что они будут или не будут кушать. В результате у многих из них, как мы с вами уже проговорили, в рационе значительно меньше разнообразия питательных веществ, чем у их здоровых сверстников. Также им свойственен страх перед новыми продуктами и прямой отказ от пищи. Это самые распространенные проблемы. Еще раз повторю, страх перед новым продуктом и прямой категоричный отказ кушать. Это то, что я слышу постоянно от родителей. В результате мы разработали такие рекомендации, которые помогают деткам кушать разнообразить свой рацион, привыкать к новой еде. Но хочу сказать, что это очень длительный путь, родителям нужно большое терпение, будут ошибки, будут неудачи, но все получится. Действительно, по опыту все получается. Итак, первое, что нужно сделать, это исключить проблемы, связанные со здоровьем ребенка. То есть для этих детей, как мы уже с вами тоже говорили в течение часа, свойственна нередкость проблемы, которые связаны с едой. То есть это может быть рефлюкс, это может быть проблемы с зубами, это может быть физические трудности с жеваниями и так далее. Если вы видите, что ваш ребенок зажмурился, когда ему определили какую-то еду, предложили определенную еду, возможно он знает, что у него болит живот или возможно он знает, что это вызывает какое-то неприятное ощущение во рту. Вот, поэтому нужно обязательно проконсультироваться с врачом, то есть исключить вот этот момент. Следующее, нужно создать условия легкости приема пищи. Что это значит? Многие детки, страдающие от аутизма, они испытывают сильное беспокойство по мере приближения времени приема пищи. Основными причинами является сенсорное отвращение, то есть вот запах неприятный, неприятный вкус и страх перед незнакомой пищей. По неосторожности родители, семья могут усугубить беспокойство, пытаясь заставить ребенка есть, создавая ему такую схему стресса во время еды. страх и беспокойство могут остановить голод, приводя ребенка в состояние сражайся или беги, то есть острый стресс вызвать. Чтобы изменить эту схему, я рекомендую родителям и лицам, которые ухаживают за детьми, потратить несколько минут, помогая ребенку расслабиться перед едой. Какие-то способы, один из них это практиковать глубокое дыхание вместе с ребенком? Это очень просто. Нужно медленно вдыхать на счет 4 и медленно и полностью выдыхать на счет 7 или 8. Еще раз повторю, спокойно вместе с ребенком. Потратить на это минуты 3-4. Кроме этого, вы можете попробовать выдувать пузыри мыльные, например, дуть на вертушку, можно даже использовать какие-то детские музыкальные инструменты, трубу, губную гармошку. Именно спокойное дыхание успокаивает нервную систему, дает сигнал организму, что стресса нет. Еще один способ это выполнять упражнения глубокого давления. Это тоже применяется, наверное, вы знаете, для терапии детей с аутизмом. Мне нравится какое упражнение? Это сжимание рук. нужно обхватить кисть ребенка своими руками и глубокими пульсирующими движениями надавливать на ладонь спокойно, говоря, что он в безопасности. Можно также ребенка обхватить сзади, посадив его между ног, то есть прижать его спинку к своей груди плотно, обнять его руками, то есть как бы в колыбельку его заключить и медленно раскачиваться из стороны в сторону, что-то тихо напивая. Вот пять минут достаточно, чтобы ребенок успокоился и спокойно сел с вами за стол. Сидеть за столом вместе с семьей невозможно переоценить, насколько это важно, потому что экологические подсказки помогают всем детям, а особенно детям, у кого аутизм, узнать, что им необходимо делать, что они должны делать. Например, детская кроватка это экологический сигнал для сна. Точно так же семейный обеденный стол должен быть экологическим сигналом для приема пищи, для еды. Кроме того, вы знаете, совместное питание поможет ребенку учиться подражать, ведь дети копируют других, и ребенок скорее всего сунет в рот то, что в новую еду, если увидит, что вы кушаете ее. но часто первым шагом является устранение таких привычек, как прием пищи перед телевизором, сидя на коленях у родителей, или играя с телефоном с каким-то другим гаджетом. Я советую начинать с того, чтобы ребенок сидел за столом со всей семьей даже для начала только минутку. Похвалой, небольшими наградами постепенно увеличивайте это время примерно до 20 минут. Сначала убедите своего ребенка, что еда ему не нужна, просто держите ее в пределах его досягаемости, пока остальные кушают. Идея состоит в том, чтобы ему было комфортно сидеть за столом вместе со всеми. Также я предлагаю, дело в том, что мы уже говорили, что для таких детей очень важно постоянство. поэтому я предлагаю использовать во-первых, один и тот же обеденный стол, то есть сидеть на одном и том же за одним и тем же столом. И желательно, чтобы все члены семьи сидели постоянно на одних и тех же местах, потому что это подсказывает ребенку-аутисту, где сидеть и чего ожидать. Следующий очень важный момент, это поддерживать осанку ребенка. Дело в том, что дети с расстройствами аутистического спектра, они, как правило, имеют слабость в мышцах живота и спины, поэтому они могут быть извиваться, для них могут сутулиться очень сильно. Чтобы им помочь, чтобы они не акцентировались на том, что им надо держать свое тело, я рекомендую валики, просто скрутить из какого-то мягкого материала, например, полотенца, валики поддерживающие и подножки, если он не доставит до пола, поставить какую-то приступочку, табуретку, например, чтобы ребенка было удобно, чтобы была опора. Дальше. Нужно обязательно выстроить систему постепенного принятия новых продуктов. Постепенного, ключевое слово. Что это такое? Потому что дети, аутисты боятся новых продуктов, так как мы, некоторые из нас боятся, не знаю, пауков, боятся привидений и так далее. То есть для них это реальный страх. У них такая сильная реакция часто на внешний вид пищи. Я вам уже рассказывала про своего, одного из пациентов, который кушает только определенного цвета, то есть темного цвета пищу. Другой ребенок боится дотронуться до яблока, потому что оно выглядит мокрым. Еще один ребенок, он боится вообще оставаться, даже в комнате боится оставаться с апельсином. Это страхи такие же сильные, еще раз говорю, такие же сильные, как страх перед змеями, перед пауками, я не знаю, и так далее, перед дремучим лесом. Вот. Поэтому нужно использовать принцип постепенного воздействия. Ну, например, если проблемы там с тем же яблоком, то есть мы сначала работаем над тем, чтобы было просто, мы можем просто смотреть на это яблоко, только видеть его. Потом при этом я его хвалю, я заверяю, что все, кушать его не надо, надо, можно просто смотреть. Потом мы начинаем дотрагиваться вилкой, салфеткой до этого яблока, потом мы пальчиком, потом мы играем, как бы, я говорю, а сейчас мы приложим яблочко к щечке, а сейчас мы приложи к моей щеке это яблоко и так далее. И используя вот такую форму игры, мы приучаем ребенка к тому, что этот продукт, он становится для него знакомым и перестает его пугать. Дальше. Обязательно нужно установить время приема пищи одно, потому что по расписанию нужно отказаться от незапланированных перекусов, потому что нужно приучить внутренние сигналы голода ребенка к определенному времени приема пищи, это помогает ему организовываться, для него это очень важно. Дальше. Разнообразие продукта, которые ребенок уже кушает. Допустим, ребенок ест спагетти. Пожалуйста, предложите ему спагетти другого немножко вида, но похожего, чтобы это его не пугало. Затем постепенно добавьте ему в спагетти масло, потом постепенно добавьте, например, белый соус, потом томатный соус и так далее. И потом попробуйте заменить спагетти на, допустим, коричневый рис или там на какую-то другую там крупу, на булгур. Вот. Но постепенно он привыкает к привык... Он... Вы предлагаете еду, которая остается привычной на вид, но при этом вырабатываете терпимость к небольшим и постепенным изменениям. Не держите продукты фирменной упаковки. Есть у меня такие пациенты, которые привержены только к одному бренду. Дело в том, что ребенок ассоциирует конкретную еду с этим брендом, не осознавая, но не воспринимает никакую другую еду. Поэтому приходите с магазина, выкладываете сразу в какие-то прозрачные контейнеры из фирменных упаковок. Иначе ребенок застревает на специфичном вкусе, на специфичном внешнем виде, на специфичной текстуре. Дальше. Поощряйте своего ребенка играть. Это вот как мы с вами говорили, как мы выстраиваем отношения с новой едой. Также поощряйте ребенка играть с едой. Вы можете формочки использовать, какие-то делать интересные формочки из еды. Вы можете устроить школу еды, изучать еду через игру. Он может есть или не есть продукты, которые исследуют. Просто мы должны обеспечить ему как можно больше комфорта с продуктами питания. И последнее, что я хотела сказать, концентрируйтесь на еде, а не на поведении ребенка. Потому что, да, постоянно я тоже слышу такую жалобу от родителей, что ребенок начинает кричать, вести себя вызывающе, он избегает семейного приема пищи, он может плеваться, он может ныть, он может стучать по столу, там, не знаю, все, что угодно. Нужно быть спокойным, не нужно нервничать, не нужно повышать голос ни родителям, ни всем членам семьи, кто сидит. Нужно отвлечь внимание от негативного поведения разговором о еде. Например, там, участвуют все, это мокрая или сухая еда, это сильный или слабый запах, например, какой звук издает еда, когда мы ее жуем, этот вот лаваш чем отличается от хлеба и так далее. То есть просто переключить внимание ребенка. На сегодня это все мои советы, надеюсь, что они оказываются для вас полезными и я заканчиваю презентацию, у нас получилось полтора часа. У меня есть пока в этом случае три вопросы, которые пришли до вебинара. Я сейчас уточню у коллег, есть ли у меня время еще. Я могу три вопросы зачитать? Вот, если есть еще вопросы. Есть, да? Так, минутку, я сейчас открою чат. Поможете мне? Хорошо. Хорошо, я пролистаю, спасибо большое. Так, давайте сначала те вопросы, которые пришли до. Татьяна пишет, я не буду называть фамилии, считаю, что это не нужно, я зачитаю и вы узнаете свое, вопрос свой. У моего сына в 5 лет был плохой анализ на глиодин, в 4 раза выше нормы и полная лактазная недостаточность. Проявлялся частым стулом, покраснение ушей, щек, сыпь по телу, диагноз раз, СДВГ. На диете стало ли легче, пошла речь. Генетический анализ не показал целиакию, тканевая трансаминаза, наверное, в норме, если не совсем правильно написано. Диету соблюдаем 5 лет. Мой вопрос, почему при крошке хлеба у сына реакция, как при целиакии, острая интоксикация до 12 часов, рвота, болезнь, понос, лихорадка, а потом тяжелый выход из нее с полным нарушением кишечной флоры, приемом антибиотиков, криона, бактерий. Биопсию не делали, от других слышала, что непереносимость не должна быть такой тяжелой. Врачи ответ не дают. Уважаемая Татьяна, реакция на глютен может проявляться в нескольких формах. Первое, это целиакия, то есть наследственная предрасположенность к непереносимости этого белка, глютена. Второе, это аллергия на глютен, и третье, это чувствительность. Три разных формы, но они характеризуются примерно одинаковыми кишечными симптомами, это боль, тошнота, рвота, жидкий стул, это метеоризм, газообразование и вне кишечными симптомами. Раздражение во рту, может быть отек, может быть отек к венке, кстати, может быть ренит, головокружение, крапивница, кожный зуд, суставные мышечные боли, головная боль, может быть, и психологические, и поведенческие расстройства, неврологические, но они будут выражаться в разной степени. И степень выражения симптомов зависит от состояния кишечника. Я надеюсь, что, я сейчас резюмирую ответ на ваш вопрос, но я думаю, что вот как раз все, что мы с вами проговорили в течение полутора часов, это как раз и есть ответ на ваш вопрос. То есть, я вашего ребенка не видела, только судя по тому, что вы описываете, я думаю, что у него аллергическая реакция на глютен, она связана с тем, что кишечная стенка у него проницаема, вот, и здесь необходимо залечить кишечную стенку, восстановить микрофлору, снять вот этот уровень воспаления в организме, вот, и я надеюсь, что у него все, ну, все больше и больше будет улучшаться и неврологическая симптоматика. Вы можете обратиться в нашу клинику, на первом слайде есть там адрес, телефон, есть сайт, вот, и можете записаться, если хотите, на прием, если вы не в Санкт-Петербурге, можно дистанционно, потому что, конечно, чтобы конкретно посмотреть, что идет с ребенком, нужно его хотя бы анализы посмотреть, увидеть и определиться с лечением. Спасибо. Следующий вопрос. Светлана, что увеличивает гиперактивность при РАС, могут ли витамины усиливать это состояние? Уважаемая Светлана, вызывать и усиливать гиперактивность, тоже я об этом говорила, может, несколько факторов, связанных с питанием. Например, в моей практике очень много детей именно так реагируют на сладкое, именно гиперактивностью. Могут реагировать также на глютенсодержащие продукты, на хлеб, на макароны, на хлебобулочные изделия, булочки всякие, и на молочку, на молочные продукты. И что еще? Еще гиперактивность про витамины, да? Дело в том, что, как я уже говорила, недостаток, дефицит жирных, незаменимых жирных кислот омега-3, витаминов группы В, особенно витамина Д, железо, и какие-то продукты, которые ребенок не переносит, они также могут вызывать вот это поведение, состояние гиперактивности. И, если оно есть, усиливать его. Что бы я вам рекомендовала? Ну, во-первых, нужно лабораторные и инструментальные исследования провести, да? То есть, диагностировать все-таки конкретно, какая, что с желудочно-кишечным трактом у ребенка, есть ли аллергическая реакция, то есть непереносимость чего-то, есть ли дефицит каких-то микроэлементов и витаминов, да? Вот. И второе, я вам рекомендую вести пищевой дневник, потому что в нем вы будете записывать, что вы даете ребенку, как реагирует кишечник, то есть, есть вздутие, нет вздутия, газообразование, стул какой. И третий столбик, да, это поведение. И тогда уже даже придя к врачу и доктору будет понятнее, да? И, возможно, вы сами уже увидите, какие ребенок не переносит продукты. Следующий вопрос от мамы моего пациента, от мамы Владика. Можно ли использовать заменители сахара и ретрит, стевию? Если да, то какие? Спасибо, Мария, за этот очень интересный вопрос. Дело в том, что тоже часто возникает этот вопрос. Дети любят сладкое, когда мы ограничиваем, то есть, из рациона убираем простые сахара, рафинированные. для ребенка, который и так мало избирательно кушает. Это просто трагедия. Вот. Поэтому возникает этот вопрос часто. Что я хочу сказать? Дело в том, что по поводу подсластителей, хотя они разрешены и нашим российским законодательством, и там теми же американским ФДА тоже они разрешены, но у диетологов однозначного мнения нет. Поэтому я выскажу свое субъективное мнение. Эритрит. Эритрит – это спиртовый сахар или сахарный спирт, как хотите. Его получают из кукурузного сахара, да, и чаще всего из гомо, этот, сейчас, из генетически, из ГМО кукурузы, генетически модифицированной кукурузы. Но дело в том, что еще так как это спирт, то он вызывает вздутие живота, может, он может вызвать метеоризм, он может вызвать жидкий стул, головные боли. И самое главное, что он меньше, чем другие, то есть меньше, чем ксилит, чем манит, сорбит, меньше, но вызывает. Вот. И дело в том, что, понимаете, когда даже здоровый организм сталкивается, это же концентрированный продукт, да, то есть это, высокоочищенный, обработанный продукт. Когда он сталкивается с таким продуктом, то даже здоровый организм, здоровый кишечник, он может, может быть нарушена именно слизистая, толстого кишечника. Потому что он, как бы, проходит, он же не всасывается, он сразу проходит в кишечник, толстый. Вот. И при этом происходит так называемая пассивная диффузия, когда эритрит начинает всасывать из организма воду. Вот. Это один момент. Второй момент. Дело в том, что вот эта метабилизированная часть, она начинает гнить, создавать идеальную среду для патогенной микрофлоры, как мы вот тоже уже говорили раньше. Я не рекомендую его ни детям, ни взрослым, ни тем более детям. Стевия. Стевия – это, да, натуральный продукт, натуральный заменитель, значит, сахара. По некоторым исследованиям он даже положительно влияет на микробиоту кишечника, и он не вызывает диспепсических явлений. С ней проблема заключается в другом. Дело в том, что очень много фальсификаций, очень много то есть нужно очень внимательно читать этикетку, и даже если вот там написаны хорошие слова, что это чистая стевия, не факт, что это так и есть. Вот, поэтому обратите на это внимание. Вот, дальше. И также стевия, она содержит ГМО, и она тоже в исследованиях это определили, она является имитатором гормонов, и при длительном применении может оказывать влияние на половые гормоны. Еще такой момент, и почему я не очень, ну, я против, честно говоря, подсластителей, просто в крайнем случае, если уж там необходимо, немножко можно действительно стевию, чистую стевию добавить. Вот, дело в том, что подсластители обманывают наш мозг, то есть по вкусу сахарозаменители сладкие, поэтому мозг получает сигнал, что он получает углевод, сахар, да, и реагирует тем, что, естественно, пропорционально в крови уровень сахара, уровень глюкозы падает, и, ну, так как реальная глюкоза, то она не поступает в организм, происходит выброс адреналина, то есть тоже следующая идет реакция, и кортизола, который мобилизует сахар из других источников, а кортизол, как мы знаем, и адреналин, это гормоны стресса, вот, резюмирую, если лучше отказаться вообще и на время, то есть, пожалуйста, какие-то ограниченные количество фруктов можно давать ребенку, но если уж там совсем вы не можете без сладкого, тогда уж выбирайте очищенную стевию. А здесь у меня все. Так. 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 Нет звука. Я вижу. Так. Я сейчас... Какие есть? Так. Пока не вижу никаких. Вот. Как можно попасть на прием? Я работаю в гастроэнтерологической клинике АМА в Санкт-Петербурге. На первом слайде сейчас я попробую. Не смогу, наверное, да? Уже все. На первом слайде нет, я могу сейчас найти. Вот. На первом слайде есть там данные вот нашей клиники. Вот. То есть, можно записаться по телефону, можно записаться через сайт на прием к нам. Что я могу сказать? по поводу пересадки кишечной микробиоты для облегчения симптомов аутизма. Да, есть такая фекальная трансплантация, есть такая методика. Сейчас у меня есть даже пациентка, мама, простите, мама пациента, которая как раз, ну, практически готовит ребенка к этой процедуре, и есть исследования о положительном влиянии, но честно могу сказать, что пока в моей практике вот именно пациентов после фекальной трансплантации пока нет. Поэтому теоретически я с этим абсолютно согласна, и я думаю, что это поможет, во всяком случае, снимет какие-то симптомы аутизма. В практическом плане у меня пока опыта такого нету личного среди моих пациентов. На скайп-консультацию можно, безусловно, попасть, точно так же, то есть сайт, почему у меня тут телефоны были, у меня куда-то все исчезло. Давайте таким сделаем образом. Я попрошу нашу техническую поддержку, чтобы выложили мои телефоны, телефоны клиники, я прошу прощения, то есть у меня тут было на самом деле данные все клиники, почему-то они пропали, но неважно. Вот, я все свои контакты попрошу, чтобы вам вместе с презентацией обязательно передали наши организаторы. Вот, спасибо большое за вопросы, кажется, все это последнее, да, у меня больше нет. Вот, спасибо большое, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго, до свидания. Что-то есть.